Он решил, что это что-то перспективное. Вещь, объект, теория, предметы, какое-то направление деятельности, если это перспективное, то оно будет перспективным в его понимании и в многообещающем, что бы по этому поводу не происходило. Даже если оно не будет реализовано, оно все равно будет перспективным. То есть это функция потенциальных возможностей, которые являются всегда актуальными, что бы по этому поводу не происходило. Вот это момент глобальности. А вот реальность, как может реализоваться, это потенциальная возможность в любительной ситуации. Поэтому, скажем, изобретательные рассказчики, они как бы очень часто носятся с такими глобальными идеями, которые очень, как говорил Юнг, Юнг — это адвокаты любого многообещающего межпинства. Вот так он говорил про, он это называл, экстравертированную интуицию. Когда есть нечто, которое обещает очень богатый потенциальный дотом, может быть, это человек, это может быть изобретение, это может быть метод, что-то еще. И рано или поздно оно все равно будет реализовано. Но человек не может сказать, когда это будет реализовано, он просто видит, и он отстаивает, пропагандирует эту идею, эти возможности, связанные с этим. Ну, то же самое было и с соционикой. Вот Ауша Ауко Сяновичу, когда она была другим переходом, когда она открыла соционик, открыла эту модель, она очень много времени посвящала на пропаганде этих потенциальных возможностей. Она ездила по различным городам, выступала на семинарах, выступала на конференциях, то есть, и находила благополучную почву, потому что вот эти развертывания потенциальных возможностей перед людьми, оно находило опыт. Когда она в 85-м году приехала к нам в Киеву, то ее услышали там, потом она выступила у нас в университете, в Киевском, и в результате вот появился такой мощный опыт, что создавать киевское шоу. Но она не сделала другие города, просто вот в Киеве она нашла такой наиболее сильный отход. Ну, предвек, конечно, была сложная. А вот если речь идет о интуиции возможностей на втором месте творчества, то есть это о аналитика или атоспера и гуманиста, то есть это раскрытие потенциальных возможностей методов для человека в конкретном месте реализации. Ну, вот скажем, если гуманисты, среди них очень много капитологов, потому что это именно, вот, как использовать, как раскрытили потенциальные возможности конкретного там ребенка, человек и так далее. Если это аналитики, среди них очень много конструкторов. Тот же Туполев, например. Почему конструкторы? Потому что они раскрывают потенциальные возможности в конкретной ситуации материала, схемочек, тяжа и так далее. И вот, и притом они творят. Это творчески креативное создание какого-то нового объекта по интуиции возможностей. А уж я, например, еще первое обнаруживаю, обратил внимание, что очень много конструкторов, они как раз этого типа. Почему он много этого типа? Академик из конструкции скажут. Тоже академик сахаров. То есть, логика интуитивный интернет, но вот по этой интуиции творчества, он создан очень много интересных таких вот идей, в том числе и притом. Например, он придумал... Они же занимались вначале ядерным оружием. Он придумал так называемую слойку для термоядерного оружия. И эта схема, она стала классической. То есть, честно такое придумалось. Чан был при этом рафинированным физиком-теоретиком. И его всегда интересовало, как вот от чистой теории перейти к какому-то, ну, хотя бы прикладная какая-то модель. То есть, когда у нас интуиция двумерная, двумерная, то есть это у маршала и Цезаря, то... или политика, то здесь вектор норм, вектор личного опыта. То при этом, в центре каких-то начинаний или идей, они, конечно же, опираются на... Либо на жизненный опыт, либо на социальный опыт. Если общественное или научное это одобряется, то есть, что-то везенте действительно говорят, что да, это социально приемлемая идея, начинание методов и так далее, это все нормально берется. Если это идея новая, ну, ранее неизвестная, ничем социально неодобная, а социальный авторитет для... Ну, это, типа, официальный акцент, то это, конечно, напрягает. И вот в разговоре, например, с людьми, вот, тролевая акцентация работает, что очень вдумчивый такой, заинтересованный собеседник. Но при этом шутка отслеживаются вот эти параметры. Скажем, при данном, если я объясняю параметры человека, то особенно вот это очень характерно для маршала, его интересует его образование, то есть это сразу векторную норму, мы проверяем, и, ну, или, конечно, стажа работы. Но образование, особенно для... если он нормированный векторного усилия, то, скажем, для маршала момент, что человек закончил, что он изучал, является доминирующим. Даже над вектором работы. Я помню просто, когда-то была большая... у нас в академическом институте собралась некая такая комиссия по оценке кадра, но что-то вроде переакистана. И вот такой Жуков и начальство сидел, и он просто всем сдавал один и тот же вопрос. А это химико-физический язык. А что вы закончили? Кто выходит в лому? Ну, а большинство людей уже отрудно достаточно сильно отходили с этим дипломом, потому что, ну, там, защитили сетка, или там, собирались защищать, или там уже нестились в области. И каждый раз они объясняют, да, я был дипломатцем химик, а сейчас работаю в области физико-химии, у меня уже много лет, по всем приказчикам. Тогда он так милостиво их успал. Так, за концом, дело-то что он до замкнутых хотели комиссии, тот донансер говорит, там, на 10-м человеку, да, да что это такое, сколько можно, я сам по диплому там какой-то, уже давно по нему не работаю. То есть, этот момент, вот, именно, ну, вот, если вы встречаетесь руководителя, особенно, уменьшим отношением к тому, руку искала, вот эта особенность очень четкая бедна у вашего. У бахцей, это не в меньших политиках, но тоже это скатывает, потому что для него очень важно вот эти вот моменты, но это еще связано с нормальным статусом человека, потому что это статус отчитать. И вот новые идеи, при возникновении новых идей, когда ему подают на номеромоно-функцию новую инквитивную идею, возникает такая некоторая внежность, уступление. И он на переводе постоянно подумать и так далее. То есть, в этот момент, такое вот, как раз третья функция, это как раз тот момент, когда хорошо проявляется именно информационного метаболизма как аналогия с пищей. Нам подали новое блюдо, что с ним делать? Совсем новое, восточное или африканское. И что с ним делать? Как его есть? А можно ли его есть? Да? А кто-то его уже пробовал? А сжёв расстался? Ну и тогда. там не видно. Там не видно. Там не видно. Я вот смотрю, здесь сидят и кто-то никто не скажет вам это самое. Я вот думаю, куда они смотрят, о чём они думают? Этот человек рассказывает, показывает. О чём вы здесь сейчас сидите и думаете в зале? Там картинка, мы сидим, они не... Второй раз это возникает ситуация. О чём вы сейчас думали, когда вот это... А я представляю, что я не представляю. Потому что я тоже рисовала. Хорошо. Да, то есть рисуем одномерную идею на четвёртом месте. Ну, понятно, что это по... И вот здесь четвёртая функция, она, естественно, тоже трудно понять потенциальную возможность людей или объекта. Защитные меры для этого всю жизнь окапливается опыт. Собираются различные справочники. Это раньше было, сейчас это... Потом это прибыло форму выкачивания информации с интернетом по всем случаям в жизни. Да? То есть, как говорит мой товарищ Гонки, информация заменяет интуиция. То есть чаще высказываете, чем больше интуиции я знаю, тем увереннее себя чувствую, тем труднее меня застать в Росток. Застать в Росток не надо думать, ну, так как кажется, будет субъективно. Поэтому в норме, вот Горький, это огромное количество справочников, а мой товарищ, он математик, он поехал в Финляндии когда-то в Килимандской, значит, на стажировку, представляете себе, вот 90 тысяч там, как бы, ну, были не очень, а кто-то попадает, где бесплатный дурт, что-то, огромное массивую информацию, бесплатный принтер, короче, он, эх, распечатал целый чемодан, целый чемодан всяких книг, информации справочной и прочее, привез целый чемодан домой. Да, распечатал. Страшно гордился. Потом он перешел на фиги, значит, ну, только сейчас в последнее время понял, что это уже не актуально, потому что интернет все это дает в режиме реального времени. И то, и то, что это, ну, вы же, чем с насоликов все это хранится. Точно. И те распечатки, и те сети, ну, и всякий случай. Пока есть. То есть, вот это, эээ, хранителя, это принимает еще более интересные фоны, потому что, поскольку он еще третий, для него важна позиция в обществе. если хозяин склонен переоценивать свои счеты, как лобби, то хранитель склонен недооценивать свои силы и потенциальные возможности, об этом не уберем. И в результате они охотно проходят отличные курсы по повышению квалификации. Значит, обязательно эти курсы должны быть, подтверждаться какими-то сертификатами, дипломы и прочее, и прочее. И нормальная ситуация, когда не каждый чирк, на каждое повышение, то есть, любовь свое, скажем так, заявление квалификации, хранитель эдерации может подтвердить каким-нибудь сертификатом или дипломом. А я был на тех курсах, а я был на этих курсах, то есть его никто не может поймать в том, что он говорит какую-то тушьтуру. То есть, ну, и это, конечно же, это не мешает ни хранителям, ни хозяину промахиваться в оценке конкретных людей и потенциальных возможностей регулярно. Вот, например, почему мы многое поднались и такого типа, и такого типа, несмотря на интертиплин, потому что, как сказал руководитель Гройки говорит, я много лет работаю и у меня всегда были какие-то коррективы учения, я понял, что несмотря на то, что и человек может быть хороший работник, вот мне непонятно, как его замотивируют. Я и деньгами не получается, а мы знаем, что они это с тем обладательствования, далеко не всегда получаются деньгами. И другими методами тоже получается не всегда. А вот и оказывается, что когда они понимают те потенциальные возможности, которые им рассказывают через сотрудников, для них это было очень значимо. Но для кранетилля, особенно в плане интернет-нет, потому что они понимали механизм. Но тем не менее, на что способен тот или иной человек, как сотрудник, какая у него мотивационная сфера, куда его лучше применить, вот здесь для них это было именно откровение. Потому что часто будет пробовать именно кадровое. Ну, конечно, в работе оно постепенно будет. Если они знают, что это происходит методом постепенного наблюдения питания, скажем, задумения, это поменит. Но когда я лечусь о коллективе, там, конечно, сложно. И вот такие моменты они не значат. Ну, конечно, когда человек появляется неожиданное качество, это очень очень